Сегодня, друзья, мы вместе с вами будем сражаться с помощью холодного оружия, использовать магию и выживать в игре под названием Blade & Sorcery VR. Ну а меня зовут Перпетум Иллижай Александр, всем доброго времени суток, уважаемые друзья. Я решил вернуться в эту игру, потому что сюда добавили кампанию и сюжет, и хочется всё это посмотреть. Вы просыпаетесь среди затонувшей лодки, воды здесь опасны, и вам едва удалось добраться до острова. Ошеломлённые вы почти забываете, что привело вас сюда. Обыск места крушения был бы хорошим началом. Так, идём дальше, друзья. Я бы не отказался от какого-нибудь оружия, потому что враги здесь довольно жёсткие. Я бы с радостью с ними посражался с помощью ножа или меча. Ну и, друзья, если вам понравится этот видос, или вы захотите меня поддержать, вы можете это сделать с помощью лайков. А я взял себе вот такой классный ржавый тесак. Просто подходишь к кому-нибудь и так... И всё. Ну это... Ой, по-моему он был жив, да? Иначе из него бы столько не полилось. Но так или иначе, ножик у меня есть, и если вдруг где-то мы встретим врагов, мы будем готовы. Блин, я опять нажал курок случайно. Мистер друг, ты что? Ты драться хочешь? Опа! У тебя из лёгкого вытекает воздух! Друг! Оп! Смотри, какой резкий, дерзкий! Оп! И всё, как говорится. Не вздумай! Не вздумай вставать! У вас есть четыре кобуры для ношения оружия, две на плечах и две на бёдрах. Чтобы хранить оружие, наденьте на кобуру. Понятно. Друг, ну а нечего было на меня нападать? Так, у меня есть два ножика, и тут какая-то запись. Осколки — это деньги. Синторийские скупщики хорошо заплатят боссу за них, а значит, нам тоже, болваны. Добавьтесь до острова и проверьте, правдивы ли слухи о месторождении кристаллов. Чтобы достать оружие, протяните руку. И достаньте два меча. Ну, мечами назвать, конечно, это сложно, и можно с натяжкой. Но всё равно драться этим, в принципе, будет удобно. Замедление, кстати, друзья, у нас пока нет, слоу-мо, в котором я люблю драться, потому что это просто эпично. Прыгайте, нажимая правый джойстик. Ну, побежали. Оп, перепрыгнули. Чтобы открыть инвентарь, поднесите руку к груди и нажмите кнопку хвата. О, и правда, смотри, инвентарь. Я могу яблоко себе взять. Ммм, еда. О, агрызок? Я бы с огрызком съел. Так, у нас есть... Чтобы положить предметы добычи в инвентарь, понятно. Куча яблок. Куча яблок. Так, переворачиваем. Телекинез у меня всё же есть, это хорошо. Хотя бы в каком-то виде. Яблоки мы забираем. Ещё одно вкусное яблочко. Сюда его. И ещё одно. Вот так. Три яблока. Отлично. Вы можете получать и хранить предметы. Это я понял. Идём дальше. Так, забраться бы надо здесь, да? Как бы мне забраться? Давай. Оп. Оп. А что там написано было про забирание? Да, уже ничего не написано. Лазать по стенам я умею. Это хорошо. Я буквально человек-паук. Или человек-саня. Оп. Мы уже здесь. Так, друг. Как мне присесть? Хе-хе-хе-хе-хе. Дайте мне мой ножик. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Ути-ти-ти-ти-ти. Чик-чик-чик-чик-чик. А ты же не видишь, да, меня? Аккуратно. И удар. Опа! Вот так. Да, это был, наверное, подлый удар. Ну, а как иначе? Ты живой? Давай как-то проверить точно. Вот так. Чтобы ты врасплох меня не застал. Так, у нас уже есть три меча. Я могу, в принципе, сделать вот так. Оп. А могу сделать вот так. А раскрутить его не получается. Помните раньше, друзья, я мог его раскручивать? А сейчас такой возможности нет. Я могу, конечно, издалека атаковать. Но раскручивать я его не могу. Иначе это была бы имбалансная тема. Так, мне здесь нужно прыгнуть, да? С разбегу. Попробую схватиться. Не схватился. Ну, естественно. Так, всплываем. Как мне выбраться? Давай, побежали. Сейчас, друзья, точно удастся. Я схватился. Ура. Все-таки я не бесполезен, друзья. Да, с четвертой попытки, по-моему. Но, так или иначе, это удалось сделать. Так, по камням. Аккуратно. Дружись. И мы тут. В слоумо, конечно, это было бы делать проще. Потому что иногда персонаж довольно резко двигается. Видимо, я давно очень не играл. И поэтому есть какие-то проблемы. Так, а мы в пещере. Возможно, здесь... Ой, еще. Ну, мне туда не нужно. Возможно, здесь как раз и будут ценности, которые мы с вами ищем. Хорошо, что враг плохо вооружен. Быстрые движения могут вызвать укачивание. Не стесняйтесь делать регулярные перерывы, если вы чувствуете тошноту. Ну, от VR меня не тошнит. Уже очень-очень давно. Меня тошнит скорее от чуваков, с которыми нужно драться. А они не дерутся. Оп. Хорош. Так, у тебя щит есть, да? Защита. Давай. Давай, манмуазель. Давай. Подстригу тебя маленечко. Если отрежу голову случайно, не обижайся. Я не опытный парикмахер. Толкается. Куда собралась? Ух. Ребрышки твои немножко подрихтовал. Так, а вот щит бы я забрал. Щит отдай. Щит отдай. Мне нужен твой щит. А что, мне меч сломался, прикиньте? У меня меч? Не это. Он сломался, и правда? Вот этого я не ожидал, что меч вообще может сломаться и выйти из строя. Древний Сиакс, украденная. Да я ничего не украл. Так, туда я не смогу забраться? Давай, попробуем залезть. Как бы мне туда залезть? Оп. Нет, тут была лестница, но сейчас ее тут нет. Хорошо, двигаемся дальше в храм. Жалко мне, конечно, девчулю немного. Она была ничего, симпатичной. Но так уж вышло, что она хотела отрезать мне руку. А в итоге я отрезал ей. Да ничего я ей не отрезал. Я же не вандал какой-то. Я же нормальный, адекватный человек. Просто расхититель гробниц. Никому зла не желаю. Они первые на меня нападают. Я вообще никого не трогал. Так, смотрите, какой-то... Проход. Тот, кто войдет в эти земли и увидит, как в его присутствии возрождается пламя-маяк-на, должен почтить память своих предков, попытавшись пройти зорик в Амарлин. Шесть хеккалисов испытают его мощь. Шесть испытаний проверят его разум. Один путь к возрождению кхменет. Короче, я подозреваю, что нам нужно найти каких-то шесть круглых штук или активировать. И проход откроется. Звучит логично. Что это за стол? Толпа приветствовала кандидатов в зорик в Амарлин. Все они выстроились перед воротами, готовые получить благословение. Станет ли один из них сосудом кхамета? Время принесет правосудие. В толпе начали скандировать дар мячана. И во всех их сердцах теплилась надежда. Не понимаю. Такое захватывающее время. Я верю, что мы наконец-то нашли их. Вот они, двери в Аминара на Аркхайсвам. Если мои переводы верны, то сейчас лучшее время в истории быть археологом. Я так счастлива, что меня приняли в сообщество. Вторая страница как? Как вторую страницу открыть? Непонятно. Ладно, что это за камень? О, слушай, а может быть им можно... Заточить меч? Ну-ка. Ну потому что он совсем плох. Ну-ка. Нет? Я не знаю, что это за камень. Но я его возьму. Так. А где мои яблоки? А, страница первая. А как первую открыть? А, одной рукой это первая. Второй рукой это вторая. Смотри, тут первая страница. А тут вторая. А, все, понял. А куда кристалл делся? Странно, он исчез. А, вот он. Вот. Отсвечивает. Все, понятно. Так, хорошо. Идем тогда дальше. Я думаю, нам нужно подняться тут. Это выглядит как подъем. Я на всякий случай подготовлюсь. У меня есть небольшой баклер. Плюс меч. Буду отбивать удары. И наносить их в ответ. Жестко. И в печень. Снизу никого? Нет. Просто пустота. Опа! Либо мне ползти наверх, либо мне ползти сюда. Слушайте, а я не знаю. Чтобы бежать и меритируйте бег руками. Да, это я умею. Я слышу, как кто-то свистит. Это птички? Птички свистят. Брайан Талис. Археологический дневник на острове. Мысль о том, что я действительно могу увидеть меч, о котором я мечтал, отчитая все эти книги в нашей библиотеке, вызывает у меня невероятную благодарность за то, что я здесь. Я начала расшифровывать долгарские тексты, выгравированные вокруг ворот. Но я пока не совсем грамотно в долгародском языке. Я планирую обратиться за помощью к Рейну, если он не слишком занят. Так, ну это дорога в лес? Погоди, а мне же интересно наверх забраться. Вдруг там что-то мега полезное. А я не полез туда. Вот же, подъем. Пожалуйста. Давай. Держишься? Отлично. Тут еще попробую хватить за край скалы и не свалиться, чтобы... Надо очень аккуратно делать. Сначала уверенно держишься, потом уверенно поднимаешься. Как бы подняться теперь? Так, вопрос. Давай. Оп, все. Поднялся. Так, вот мы где. Можно ползти наверх. Залезу ли я наверх? Думаю, что да. Веревка есть. Но она мне не нужна, потому что я Саня-паук. Давай. Оп. Александр-павучок. Оп. 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 Наверху. И теперь еще выше. Есть. 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 Давай, 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 давай. А, тут тоже выход, смотри. Тоже выход на поверхность. Но, видимо, немного другой. Грибы, интересно, эти можно есть? Выше уже не подняться. Перепрыгивай. Так. А, но это все тоже ведет, смотрите, вниз. Просто два разных пути. Да, здесь очень красиво и очень круто. Можно и туда отправиться, но это надо выше подняться. Видимо, как-то по скалам. Либо вниз. Там еще туловище лежит, что-то. Да, мы могли оттуда выбраться. Можем отсюда. Ну, слушай, у меня же есть приспособление. А? Да, елы-палы. Как мне... Да что, руки-то проходят сквозь этот... Как зацепиться? Вау, я поехал, друзья. Зацепился. Вау. Опасно. Страшно? Очень страшно. Очень страшно. Вау. Чуть не убился. Ладно. Эту штуку мы забираем. Еще пригодится. Так. Колодец есть. Лес. Пчелки. Эй, не кусайте меня. Вы чего? Да не кусайте. Вы больно же. Ну. Воды достать нельзя. Нет. Так, ну пойдем сейчас в дом. Осмотрим дом. Для скота какая-то штука. Вон курятник. Нет, это отличное место. Домик в деревне буквально. Вот его владелец. Видимо, он напился и спит. Или наелся. А, его ликвидировали. Периан, эти археологи в последнее время много говорят о кристаллах и осколках. Я думаю, было бы неплохо пригласить сюда кого-нибудь из вашей команды, чтобы проверить. А, это какие-то бандиты, которые хотели забрать себе, да? Найденные богатства. Думаю, что так и есть. Ну, давайте заглянем в дом. Зайдем лучше через черный ход. Оп. Дверь открывается. Немножко телекинеза. И вот мы внутри. Есть кто живой дома? Когда вы покидаете уровень, любой предмет, которым вы владеете, вернется в ваш тайник, если его оставить где-то за пределами вашего инвентаря. Вы можете создать или экипировать любой предмет из вашего тайника, используя книгу спавна у себя дома. Тайник. А как мне в тайник положить, слушай? Что является тайником? Ну, допустим, расходные материалы. А, вот мои яблоки. Факел. Может, сюда надо положить, типа? Ну, понятно. На меч я возьму с собой. Факел. Спавн. Оп. Оп. Поджечь я его могу? Да. Потухни. Э, тушись, тушись, тушись. Не тушится. А если я его... Оп. Все, факел у меня. Прекрасно. Если будет темно, возьму факел в руки. Так, есть ли тут что-то полезное? Какое-нибудь оружие бы найти? Это я. У меня есть меч. Все. И щит. Уя. Красота. Так. На второй этаж лестница, но там вряд ли что-то будет толковое. Хотя, давай поднимемся. Посмотрим все же. Тихо, держись. Держись. Так. Наверху у нас ничего нет. Окей. Так. А вот. Мы находимся тут. Вход в пещеру. Дом. Карта путешествий. Лодка. Старый форпост. Это карта острова, но нам нужно на карту путешествий. Правильно? Так. Тут что? Рен Валентир. Мы получили кристаллическое ядро. Всего одно, но даже это маленькое чудо. Полагаю, раз мы теперь нужны королеве, она готова закрыть глаза на некоторые вещи. По крайней мере, больше, чем обычно. Я попытался активировать монолит, поместив кристаллическое ядро в сосуд. Но, к сожалению, ничего не вышло. Возможно, дело в том, что у меня нет способностей. Так, вот эту штуку нужно поместить сюда. Опа! Смотри! Гравитационный толчок. Получается, я могу теперь использовать магию? Да? Пум! А? Хорошо. Тихо. Можно заряжать оружие. Примените и удерживайте заклинание гравитации по направлению к земле. Я могу летать. А! Нужны какие-то очки, чтобы разблокировать. Понятно. Я пока не могу этим пользоваться. Это все ясно. Так, ножик я бы тоже взял. Знаете, как оружие такое на последний момент. Пускай будет. Если вдруг я останусь без пушки. Возьму ножик. И спокойно им поорудую. Так. Может быть с помощью карты? Может ручную я плыть и не могу? А вот, смотрите, торговец. Поплыли в путь. Прекрасно. Здорово, торговец. У тебя руки нет? Привет, товарищ. Добро пожаловать в Барон Баунти. Вместе со мной, Бароном. Все о ваших поисках мне рассказал наш общий друг Афелин. И в качестве личной услуги к нему я собираюсь помочь вам начать. Уйти. Если ты занятой, пожалуйста, не делай этого. В противном случае, если у тебя есть время, следуй за мной в магазин. Погнали, чувак. У тебя много золота. Я бы все твое золото взял бы и срезал вот этим ножиком. Прям вот. Но, возможно, возможно и не стоит. Возможно, ты обидишься. Ветхий магазин на краю бури. Не надо этого говорить. Кто здесь вообще делает покупки, верно? Ну, вы будете удивлены. Скажем так, мои клиенты — это в основном люди, которые не любят делать покупки, оглядываясь через плечо, если вы понимаете, о чем я. О, у тебя тут много чего. Так что послушайте, мне не нужно говорить вам, что сейчас материк — это осиное гнездо для насилия. Недавнее открытие древних долгарских руин в Эридоне вызвало безумное стремление первыми найти и разграбить сокровища. Кристаллы, в основном. Или, точнее, кристальные ядра. Вы можете думать, что разбираетесь в колдовстве, но в этом разница между зажжением пламени на пальце и с сожжением целой деревни. Мощная штука. Но послушайте, я сентари. Вам не нужно рассказывать мне, почему вы ищете эти руины. И если вы использователь кристаллов, то это ваше дело. Но вам нужно знать, что в этом квесте вам придется столкнуться лицом к лицу с угрозой. Я говорю от бандитов и охотников за неудачи и до короны самого Эридана. Я про Ока. А про Ока ты даже знать не хочешь. Тем не менее, если вы полны решительности выполнить этот квест, отправляйтесь на поиски долгарских руин. И я помогу вам начать. Дам вам частичку своей мудрости, сентари. Не делайте работу, которую уже сделал кто-то другой. Горы кишат эриданскими солдатами, днем и бандитами ночью. И все они сами ищут руины Долгарии. И при этом эти фракции временно обосновались на ранее заброшенных аванпостах по всему Эридану, исследуя и нанося на карту местности. Мой совет, идите туда и с помощью клинка или колдовством добудьте эти карты. Хорошо. Это должно быстро привести вас к местам уже обнаруженных долгарских руин. А оттуда, ну, удачи. Это все, что я могу сказать. Так. Рядом есть один такой аванпост. Я оказал вам услугу и отметил его на вашей карте. Хорошо. Посетители моего острова часто приносят новости, поэтому я каждый день отмечаю на карте новые места. Ну вот и все. Удачи, мой друг. Так, друг мой. У меня есть 100 монет. Я хочу купить нормальный меч. О, зелье лечения. 123. Ты что, совсем больной? Оно ж... А бесплатно можно выпить? 123. Столько денег не существует. На. Так. Это очень дорого. Доспехи можно покупать, но это тоже безумно денег стоит. 15. Ой, я хочу ботинки. Ура, у меня будут ботинки, потому что у меня... Хотя у меня есть ботинки. Но будут еще одни. Мужик. Э, шлепки продай мне. На. Я покупаю. Как одеть их? Как их одеть теперь? Одень на меня ботинки. А, you can equip, armor. Как это сделать? Оп, одел. А это старые. Так у меня такие же. А как их продать-то теперь? Мужик, ты что мне подсунул? У меня такие же ботинки. Ну? Ну, ты сказал бы хотя бы, что у меня такие же. Как продать? Может, там? Давай. Все. Продать. Видишь какой? Так, ну, видимо, на меч мне не хватит. Да и есть у меня оружие на самом деле. Поэтому, я думаю, мы справимся первое время с ножиком как раз этим. Так что... Это не проблема. Главное, понять, куда мы плывем. А вот и аванпост. Сложность, небольшая награда, имеется в путь. Нужно научиться как-то зарабатывать деньги. И желательно побольше. Но как? Не совсем пока понятно. Так, это мы где? Ух ты. Ух ты. Я помню это место. Слушайте. Враги здесь имеются, но они уже вооружены неплохо. А у меня ржавый старый меч. Толкните поворотный джойстик вниз, чтобы присесть. А, дожди. Я что? Неудачник какой-то, по-вашему. Я могу улететь. Я силен. А, у меня пока нет заклинания этого. Понял. Понял. Давай. Оп. Минус лицо. Атакуй. В сердце. Как она ударила меня вообще? Не совсем понятно. Как она умудрилась ударить, если я заблокировал удар? Неясно. Ну ладно, друзья. На этом мы с вами, пожалуй, пока остановимся. Надеюсь, вам понравился этот видос. Большое спасибо за внимание. За просмотр. До новых встреч. Удачи, пока. И счастья вам. Берегите себя. Пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok